всем привет я сегодня хочу вас поздравить с наступающим новым годом пожелать вам самого доброго и для вас я сегодня приготовил 10 10 классных очень вкусных оригинальных блюд для нового года я хочу вас познакомить со своей семьей со своими традиционными рецептами некоторые из нику очень старинный и от современного так что не переключайтесь и смотрите до конца и будет интересно воды не будет буду все говорить по факту по делу и будет самое главное как всегда вкусно и как же можно забыть про выпечку я беру самую любимую выпечку это немецкий что лет готовится он очень легко быстро но есть одно но смотрите до конца если узнаете за сутки до выпекания залить и ягоду и сухофрукту коньяком или ромом добавим 125 грамм сахара 125 грамм сливочного масла перебьем с помощью миксера в однородную консистенцию одно куриное яйцо творог 125 грамм 2 капли экстракта ванили с одного лимона снимаем цедру с помощью терки с этого же лимона половинку выдавливаем сок обращайте внимание чтобы косточки не попадали наше тесто возьмем 300 грамм просеянной муки и добавим 8 грамм разрыхлителя для теста добавляем всю муку фруктов сливаем жидкость просушим наши сухофрукты и ягоды 100 грамм миндаля слегка измельчить в блендере добавляем в тесто орехи емкость мукой добавим наши ягоды и сухофрукты присыпем чуть-чуть мукой перемешаем сначала с орехами добавляем ягоды и сухофрукты и аккуратно вымешиваем очень никуда не спешим разогреваем до 200 градусов форму для запекания смазываем сливочным маслом присыпем пшеничной мукой вот такую колбаску и аккуратненько и ставим по размеру нашу форму на 200 градусов и уменьшаем температуру до 170 выпекаем 50 60 минут в зависимости от того как держит температуру ваша духовка но что запекался он целый час достаем особенность этого немецкого кекса в том что ему надо постоять отдохнуть после выпекания на второй третий день он становится еще лучше и еще вкуснее поэтому готовьте его заранее числа 28 29 закидывайте на балкон и пускай себе отдыхает минус одна проблема на новый год друзья а место повседневной курицы мы будем сегодня запекать вот такую чудесную утку с апельсинами очень важно утку мариновать за день до выпекания почему смотрите далее апельсины замаринуем значит корица буквально небольшая чайная ложечка перец чили красный столовую ложку сахара это аккуратненько перемешаем добавляем соль на утку обтираем со всех сторон и хорошенечко втираем внутри друзья если у вас вдруг нет хайсина заменяем на союль берем несколько чайных ложек и натираем нашу уточку хайсином делаем хороший массаж втираем фаршируем утку апельсинами которым мы замариновали весь этот сок который пустил апельсин заливаем нашу утку закрываем пленкой и ставим в холодильник друзья ну что ж прошло 24 часа утки пора запекаться запекать мы будем при температуре 180 градусов 1 час под фольгой и минут 30 без фольги но это будем контролировать спустя час снимаем фольгу и снова ставим в духовку и еще на 30 минут вот я очень много жидкости поэтому слейте и обязательно фантастически красивая утка готова и конечно же десерт десерт мы будем готовить по старинному рецепту 1830 года который передал мне моя любимая теща он очень вкусный а самое главное сочный того чего не хватает во многих десертах поэтому не переключайтесь этот сочный десерт будет теперь у вас его вкусный торт добавим сразу два куриных яйца далее нам понадобится сахар 85 грамм или одна треть чашки немного ванили я использую экстракт помощью миксера или блендера взбиваем нашу массу друзья взбили до пышной белой массы она увеличилась в объеме в два раза добавляем 250 грамм сметаны или один стакан возьмем одну чайную ложку соды и сок лимона кто не хочет так заморачиваться можете взять обычный разрыхлитель буквально 5-6 грамм его достаточно будет чтобы разрыхлить наше тесто добавляем стакан измельченных грецких орехов и потихоньку добавляем муку муки также стакан вам понадобится любая форма для запекания берем пергамент далее все просто заливаем наше тесто духовочку разогрели на 180 градусов уже будем ставить запекаться запекаем перед температурой 180 градусов а тем временем мы сделаем самый быстрейший и вкуснейший крем возьмем 150 грамм кондитерских сладких сливок минимум 26 процентов взобьем их до пышной массы слепки нужно взбить так чтобы они очень хорошо стояли чтобы примерно понимали вот так вот проверять точно нужно взбите наших сливок добавим одну банку сгущенного молока это 360 370 грамм сгущенка обычная нетварная и еще разок взбиваем как видите пару минут и крем готов готовность нашего коржа проверяем шпажкой она не должна быть мокра должна быть абсолютно сухая коржик запекался у меня аж 30 минут поэтому дадим ему остыть и дальше будем с ним работать он должен быть максимально остывший теперь корж мы натрем на крупной терке а теперь все просто натертый наш корж добавляем крем перемешали и готово а теперь сделаем из нашего готового теста с кремом шарики от большего к меньшему имитируя елочные шарики верхний этаж должен быть два раза меньше по диаметру шоколад делаем все просто 85 грамм шоколада это одна плитка смешиваем со сливками буквально тоже грамм 70 растапливаем на водяной бане или быстренько микроволновки размешиваем и заливаем друзья это самый настоящий потрясающий домашний тортик очень вкусный очень нежный присыпаем сахарной пудрой знаете как будто эффект снега и ставим холодильник а вот звезда нашего сегодняшнего праздника это гефельте фиш или рыба фаршированная готовим ее со всеми традициями поэтому не переключайте смотрите до конца смотрите друзья мои буду использовать три рыбы это толстолоб карп и судак у меня филе судака уже готовое заранее было фаршировать мы рыбу нашу именно в этого карпа и так начнем приготовление фаршированной рыбы нарежем 5 луковиц лук мы будем нарезать произвольным способом потому что мы его будем томить а потом перебивать на мясорубке ставим на огонь добавляем растительное масло и жарим на медленном огне и обжаривал на минимальном огне в течение 35 минут теперь его снимаем и охлаждаем обязательно должен быть коричневого цвета друзья а теперь важный момент нужно правильно разобрать рыбу чтобы она получилась красивая на выходе я вам все это покажу не переключайтесь друзья на каждом этапе мы промываем рыбу сейчас мы начинаем ее разбирать от головы у меня это толстолоб я думаю все уже заметили это я прорезаю по хребту сначала с одной стороны затем я загоняю нож так чтобы он вышел со стороны там где нижний плавник вот тут и одним движением прорезает до самого конца чтобы снять филе или от головы по хребетной части мы начинаем прорезать или вот такими поступательными движениями для того чтобы полностью снять телец кости такая филешка получился у меня и у вас обязательно получится если сделайте полностью по видео уроку все лишнее если вдруг осталось там чуть-чуть этого филе его тоже можно взять вот так вот снять ножичком все то же самое проделаем со второй стороны ну что готова кости ни в коем случае не выбрасываем можно подмешать их к рыбному набору взять очень классный уху который можно найти на моем канале берем с потрошенный карп карп у меня зеркальный кто знает что такое зеркальный пишите в комментариях берем и прорезаем ножом эту потом берем ножницы и прорезаем можно кстати чулком разобрать но не в этот раз с одной стороны и со второй мы сделали это для того чтобы раскрыть полностью и удалить хребет и его же мы будем фаршировать на второй стороны гораздо проще переворачиваем карпа и со второй стороны вот таким же образом удаляем нижний плавник главное глубоко не заходите чтобы не порвать шкуру сверху вот что у нас получилось удаляем хребет удаляем вот эту кость которая соединяет голову и хребет нам идеально здесь нужно только шкуру поэтому идеально разбирать не стараемся смотрите вот у нас наш хребет вот он идет его текстура наша сдача вот так вот аккуратно пальцами достать эту шкуру делается это легко так вот пальцем сначала в одну другую сторону в другую и таким образом мы снимаем со шкуры здесь надо будет подрезать далее завершаем все действие ножом ножом снимаем со шкуры и уходит полностью вся филе шкура у нас остается цельной и не порванной шкура которая у нас получилось для вот красивая не порвана теперь оставим воду и замачиваем на некоторое время друзья возьмем обычную сдобную булочку снимем с нее вот эти вещи которые по оставались а после запекания нам нужно только белая часть заливаем нашу сдобную булочку одну штучку молоко молока нам понадобится грамм 70 на булочку булочка весом 110 грамм стал 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 оба снимаем шкуру делается это очень легко прорезается серединка и вот так вот поступательными движениями снимается шкура нам нужно только теле с этой рыбы очень важно пропустить рыбу два раза мы берем к толстолоб и судак филе пропускаем два раза погнали после этого пропускаем жареный лук и нашу булочку замоченную в молоке и добавим соль перец и добавим три куриных яйца теперь это все очень хорошенечко вымешаем фарш тщательно выбиваем насыщаем воздухом фарш готов ровно тогда когда вы его одним целым можете вот таким образом собрать в одну руку конечно если у вас 10 раз больше фарша вы его никогда не соберете итак возьмем марлю я думаю уже догадались для чего это но перед тем как растереть марлы и я надо намочить теперь берем нашу шкуру которым предварительно подготовить точнее рыбку будем ее сейчас паршировать лёстом друг на друга ставим руки всегда должны быть мокрые потому что фарш достаточно такой липкий и прилипает к рукам поэтому смачивайте но без фанатизма все теперь подтягиваем с двух сторон нашу шкуру берем с одной стороны и с а второй нашу марлю и придадим форму рыбки мелочи до корректировали и готовый красивый карты силы же пишите в комментариях мне нравится очень красиво от камин марли заматываем края но не закручиваем потому что когда он сварится нам надо быстро будет снять все увидите есть несколько вариантов чтобы приготовить данную рыбу это на плите что буду делать я и как это будет делать я посмотрите либо в духовке запечь либо сделать все то же самое что и я делать для варки но в духовке при 180 градусов не менее полтора часа нам понадобится вот такая вот емкость и некоторые виды из овощей морковь и лук и свекла нарезаем кольцами выкладываем на дно наших гастроемкости возьмем обычную воду и зальем полностью нашу емкость теперь ставим на плиту и запускаем так чтобы она закипела только закипела вода мы добавляем несколько штучек плаврового листа даем соли чтобы вода была не пресная не вытащила всю соль из нашей рыбы добавим горошек черный добавляем огонь и отправляем рыбу вариться у нас рыба должна томиться на медленном огне прям как холодец вот такая маленькая рыбка готова 50 минут все выключаем ее и достаем так у нас есть несколько минут чтобы ее быстренько снять иначе марля прилипнет к шкуре и потом это сделать будет крайне сложно точнее крайне сложно невозможно марля очень горячая ну не прям 100 градусов но горчеватая вот так вот сразу снимаем опускаем вниз и все и можно больше не трогать ее полного остывания только тогда ставим холодильник перед подачей на стол нарезаем нашу рыбку а с этой стороны она фантастическая друзья наш гефельте фиш очень сочный воздушный это вы точно узнаете когда попробуете приготовить по моему рецепту друзья и конечно же холодец как же без него готовы без желатина это очень важно и он не течет он хорошо застыл уже хорошо постоял на столе поэтому все секреты и обязательно вам покажу готовим холодец по самому простому легкому и быстрому рецепту мы возьмем говяжьи хвосты и говяжье мясо сегодня у нас будет говяжий крутой холодец обязательно промываем мясо и кости затем наполняем водой ставим на огонь друзья после того как у нас закипела вода снимаем шум убавляем огонь и томим два часа ребят спустя два часа я добавляю вот такой овощной набор и зелень а также добавлю пряности в виде лаврового листа и душистого горошка и дальше продолжаем томить наш будущий холодец и чем минимум четыре часа этот холодец никогда не идет желатин всегда натуральный всегда желатин отдает кость поэтому не вижу смысла добавлять да вообще просто подождать ребят всего лишь простой понятный способ затем мы процеживаем бульон жир этот я никогда не убираю если вам не хочется кушать этот жир он сверху застынет и будет беленький можете его спокойно убрать салфетками либо ложкой жир убирается очень просто жир всегда легче его всплывает наверх поэтому вы просто сверху собираете вот этот жир с помощью ложки или ополовника всегда для холодца я используем мясо только рванное я никогда не использую нарезанное и так далее мне нравится это волокнистость ребят это классно мясо всегда я использую пропорции 70 на 30 бульона и так берем овощи не обязательно овощи брать тех которых варились вы можете взять самые свои любимые овощи которые считаете нужными и это не будет плохо это будет вкусно только вам потому что все это сочетается просто классно и теперь самое легкое это разлить положить холодец в холодильник друзья если вам это красиво ставьте обязательно лайк поддержите канал я буду очень благодарен вам теперь поставим в холодильнике до полного застывания сейчас мы приготовим майонез для двух наших салатов и 1 закуски возьмем одну чайную ложку с горочкой меда чайную ложку горчицы щепотка соли 2 куриных желтка дадим чайную ложку лимонного сока и немного черного перца с эмульгируем все до однородной консистенции добавляем масло тонкой струйкой 450 грамм непрерывно перемешиваем миксером а теперь когда мы получили вот такую густую массу мы добавим сливки 20 процентов жирности буквально 50 60 грамм он ребята он просто офигенный друзья вот такой вот легкий быстрый майонез за 10 минут дома можете приготовить друзья далее готовлю крабовый салат это любимый салат нашей семьи новый год без него у нас никогда не обходится его удобно приготовить 30 числа и 31 он станет и еще лучше еще вкуснее и ароматнее друзья главное в крабовом салате это пропорция берем 400 грамм кукурузы берем 200 грамм крабовых палочек и 3 яйца все это дело нарезаем очень просто друзья этот вариант самый простой и самый обожаемый нашей семьи поэтому делюсь от свое сердце к вам добавляем 2 столовые ложки майонеза и перемешиваем салат крабовый салат готов друзья конечно же оливье куда же без него я готовлю по особому семейному рецепту мясо я использую говядину она варится у нас вместе с бульоном на холодец поэтому не переключайтесь смотрите до конца для этого нам понадобится отварить овощи и яйца теперь обязательно посолим наши овощи они должны быть пресными овощи приготовились проверяем шпажкой они должны быть мягкие сливаем воду и даем остыть друзья главное собрать на оливье все ингредиенты нарезаем их потом кубиком среднем все пропорции по салатам по остальным ингредиентам будут указаны в описании к этому видео так что не переживайте смотрите наслаждайтесь мясо я творил в бульоне там где варился холодец у меня говядина вы можете выбирать то мясо которое вам нравится мясо просто сумасшедшие заправим наш салат домашним майонезом перемешиваю друзья готов наш салат оливье пускай он постоит немножко напитается и будем подавать к столу котлета по-киевски это блюдо которое никогда не надоедает поэтому сегодня она на нашем праздничном меню вам понадобится куриное бедро с него я снимаю шкуру готовить мы будем абсолютно без костей не вижу смысле и здесь иметь поэтому вырезаем ее и косточку можно спокойно впустить на бульон теперь с помощью молотка отобьем куриное бедро точнее филе которое получилось после того чего я разобрал взял питочек здесь сливочное масло смешанное с укропом миру в такие вот шарики и будем ставить посерединке куриное бедро добавляем перец и соль теперь все просто заворачиваем и формируем обычную котлетку наши котлеты готовы я их ставлю в заморозку чтобы они схватились и их удобно было панировать котлеты постояли в заморозке буквально 25 минут сейчас мы запанируем пожарим и будет пушка делаем панировку котлет по-киевски мука яйцо сухари сухари я использую собственного приготовления делаем две панировки вторая панировка это яйцо и сухари каждую котлету опускаем по отдельности по одной штучке ставим ее ближе к краю как определить когда котлета готова когда вот пошла вот такая пенка это значит что курица выделяется сот и он при выделении из котлеты начинают вот так вот пениться ребят теперь вы будете знать как четко проверить котлетку подкиска красавица друзья сырную нарезку мы можем и так каждый день попробовать а вот такие сырные шарики точнее сырные мандаринки нужно пробовать именно на новый год поэтому не пропускайте готовьте это блюдо и берите себя на заметку очень классная и вкусная от ванну морковку полностью нужно очистить морковь натираем на мелкую терку возьмем сливочный сыр моцарелла вот такими небольшими шайбами нарезу потом вот таким вот кубасик добавим укроп далее нам понадобится буквально 100 грамм сыра филадельфия или крем сыра и 150 грамм сливочного сыра янтарь один зубчик чеснока все это аккуратненько перемешаем друзья а здесь сам бог велел одеть перчатки делаем вот такие вот шарики и морковочку все лишнее отвалится не переживайте друзья мандаринки готовы вместо обычной нарезки лосося я сделала такую обычную легкую закуску нарезанный лосось филадельфии и авокадо для этого рецепта нам понадобится всего три ингредиента авокадо сначала очистим и нарежем полукольцами малосольный лосось нарезаем такие красивые слайсов формируем такие красивые колечки и выставляем их сразу на посуду подачи во внутрь ставим авокадо теперь нам понадобится филадельфия или любой сливочный крем сыр крем филадельфия мы начиняем во внутрь наших конвертиков вот такая простая и легкая закуска готова этот новогодний стол готов он готов на шесть персон а кто друзья это все будет есть потому что у меня любимая жена и ребенок и как бы тут еды на самом деле от 12 ночи на шестерых как минимум до утра поэтому я бы всех с удовольствием вас бы пригласил накормил бы напоил бы и все вы были довольны друзья а на этой прекрасной ноте хочу с вами попрощаться и пожелать вам самого настоящего добра и счастья в вашем доме пускай новый год будет сказкой по сравнению с прошлым пускай все мечты которые вы задумали они исполнятся а самое главное цели цели ставьте себе и и достигайте я вас всех обожаю люблю будьте новом году счастливы лучше чем прежним всем пока я всех люблю